Здравствуйте. Я хочу представить вам супер тряпочку. Вы просто офигеете. Какие все нервные. Это реально волшебная тряпочка. Ты попробуй, попробуй. Да, видимо распространители всякой фигни. Затолбали россиян. Да есть, есть. Вот тебе посылка из Китая. Посылка из Китая с супер тряпочкой. Она удаляет мелкие морщины на машине от старости. То есть я на поезде сюда вез до 6000 километров. Мне эту тряпочку привезти. Ладно, заходи. Мне сказали, что очень хорошая. Тонкая какая-то. Посылка из Китая. Потяните. Я не видел, что там внутри. Прикольно придумано. Полосочку вставили. Я думал, что сейчас оторвется кусок и все. Так, плачу 1500 и мне открывают открытку. Все очень. Я не завалялся. Вот в таких вот письмах доставляют. На русском все, прикинь. Это же круто. Шайнинг Блю. На Алиэкспресс продается. Сияющая голубизна. Ладно, читай. Распаковка тряпки на канале Генла Стива. Интересно, она на самом деле удаляет царапины или это все? Развод лохов. Не проблема. Что это? Недорого, нетрудно. Мои носки вкуснее пахнут. Понятно, почему она в этом... Так, она такая влажная, как будто пеленка у ребенка описанная. Так, это не обычный платочек. Он может эффективно очистить и удалить ржавчину и пятна из золота. Так, внутри салона точно этим пользоваться нельзя. Вот, маленькие царапины на корпусе удаляет. Описание есть на странице продавца. Попробуем. Попробуем. Где-нибудь не видно в месте. Надо в чем-то это, она жирная. Руки жирные будут. Я так понял, на ней полироль. В перчатках надо, значит, пользоваться. Ну, потом руки нет, мышные. Они такие скользкие. Вот машинка, над которой мы будем производить эксперимент. Кажется, что она покрашена нормально, но если приглядеться, то под этим слоем грязи много-много царапин. Вот их мы и будем заделывать, да? У нас пенная вечеринка. Я боюсь. Интересно, в Жигулях бы, наверное, все внутри было. Ну, давай, папина, машину загарим и нет, вам как сухо. Вот это фены, я понимаю. Ой, какая чистенькая. Но это ненадолго. С нашей погодой завтра уже будет вся грязненькая. Посмотрите, много-много-много мелких царапин. И когда она чистая, выглядит уже не так симпатично, как когда была грязная. Вот такое, понятно, уже не затрешь. Первое, что нужно делать, соблюдать меры безопасности с этой тряпочкой. Понятно. Во-первых, когда мы ее открыли в квартире, это был капец какой-то. Она жутко-жутко воняет. Поэтому в салоне автомобиля, в квартире не вздумайте открывать. Только на улице, на свежем воздухе. А то Виталька потом еще два часа откашливался. А ты не откашливался. Но меня тоже в горле перчило. И голыми руками ее брать тоже нельзя. А еще ее нельзя стирать. Что я так съежила? Не знаю. Отсосало оттуда воздух. Так, давай посмотрим, что первое попробуем заделать. Что-нибудь маленькое. Вот. Есть царапины. Думаешь, такую царапину заделать? Не знаю. Ну, давай попробуем. И чем дольше используешь эту тряпочку на одной и той же поверхности, в данном случае, на вот этой машине, тем лучше она будет очищать, затирать. Ну, видно достаточно места, не испортим. После мойки, я думаю, протирать не будем. Давай. Пробуй. О, нифига. Слушай, она исчезает. Сейчас снимем. Посмотрите на его довольную рожу. Она реально исчезает. Она исчезла. Слушай, я, наверное, ее оставлю, когда машину буду продавать. Слушай, ну, она становится зато такой жирной. Может эта трещина появится уже завтра? Мне интересно, как это долговечно. То есть, на тряпочке не написано, сколько это будет длиться эффект. Может, до первого дождя? Может, в полночь превратится в тыкву? Может, завтра? В полночь облезет все. А завтра выйдет такой дров. Смотри, цвет меняется. Видишь, на переходе где-то тер, и оригинальный цвет машины немножко отличается. Ну, надо полагать. Давай еще какую-нибудь попробуем? А вот эти сможешь? Мне кажется, нет. Нет, здесь это уже. Выбоины. Вот это, во-первых, что-то прилипло. Ну как, первое ощущение. Прикольно. Она, по-моему, обратно появляется. Ну что? Нормально. Вот еще одна. Давайте посмотрим чудо в действии. Давай. Ну, прикольно, прикольно. А, это не моя, это мне кто-то долбанул. Ну попробуй. Да я боюсь, что она белую эту розетку. Размажет? Нет. Не размазывает. Ладно, если это убирается, сейчас пойдем по хардкору. У меня спереди вообще кто-то долбанул хорошо на стоянке. Если кто-то трется, или сзади. Сзади мне в жопу бежат. Какая краска. Где? Вот. Пробуем. Не, боюсь, это не потянет. Ну вот этот-то точно не потянет. А вот этот вот белый след, думаешь? Ну давай, начинай вот отсюда. Ну пока неплохо. Тут маленько осталось, это просто белая краска. Соборок посильнее, по три. Угу. Там написано круговыми движениями только. По часовой или против часовой стрелки. Посмотри. Почти. Ну я не думаю, что здесь краска сейчас раз так вот и засосется. Блин, тряпочку маленько выдирает, потому что здесь шершавая поверхность. Ну, я бы сказал, что все равно удивительно. Главное, чтобы этот эффект был не на минуту. На полгодика хотя бы. Откуда у меня столько ссадин и царапин, а? Правда. После зимы особенно. Что-то это совсем как-то быстро затерлось. Скажут, что это мы карандашом белым нарисовали. А, здесь глубокий вид. Эти. Он все равно выглядит симпатичнее. А, вообще как грязь стерлась. Угу. Вот это тебя шарафнули. Ну, давай пробуй. Честно говоря, вот в это я не верю. Не сотрет, скорее всего. Мне кажется, вот это останется. Это тоже не моя краска и не эта. Ну, блин. Прям вот красиво становится. Дальше уже тереть не буду. Пока, по крайней мере. Не пойму, от чего эта царапина появилась. Это ощущение, что сверху чем-то просто провели. Может, я что-то поставил и... О нет, убирается, убирается, убирается. Прикольная вещь, но не знаю, как надолго. То есть, выводы можно делать примерно через неделю, когда она побудет под дождем, под нашим снегом, в пыли постоит. И еще раз пройдет мойку. Да, еще раз мойку пройдет, тогда посмотрим, что будет. Такая маленькая платочка равнозначно 2 литрам добавки для придания блеска к мебели и металлам. Пять дней спустя. Машина у нас снова грязная. Смотрим, что получилось. Вот это самый большой затир был. Да, тут прям белое такое пятно. Пока непонятно. Дальше. Вот. Вот это место хорошо заметно. Оно какое-то такое более жирное. На него все хорошо прилипает. Далее у нас вот здесь вот какая-то черта или что-то такое. Вот там было черты до сих пор нет, но... Давай представим, что мы попали в шторм. Капельки воды. Вообще, вон еще человек наблюдает за этим процессом. Контролирует. Машина помыта. И что мы видим? Мы отчетливо видим пятна. И эту царапину тоже видно стало лучше. Да. И царапина появилась вот. Ну, что-то я не очень впечатлял. Но у нас сбылась примета. Мы помыли машину и пошел дождь. Прошло еще две недели. Виталик, слушай, она у тебя чистая бывает, наверное, 5 секунд после того, как мы ее помыли. Нет, это для вас не погода такая. Давайте посмотрим еще раз, что у нас получилось с этими царапинами. И еще раз попробуем затереть. Где-то здесь она была. Вот под этими вот точками. Вот видите царапину? Давай, пробуй. Перчатки мы сегодня забыли. Как это закоченело. Занимался. Снежки особенно. Дальше уже не исчезает похоже. Да. Вот так вот она и останется. Но все равно ее так в глаза не кидается. Выглядит лучше. Но вот царапина не убрана. Обвожу светом следующую царапину, которую мы затирали. Ее практически не видно, но все-таки она есть. Давай еще раз попробуем затереть. Вдруг поможет. Сразу куда-то исчезло. И на багажнике была вот такая вот полоска. Как видите, она остается при таком освещении. Но давай попробуем еще раз затереть. Где ты ее видишь? А, вот-вот, я тоже поймал. Но ее практически, да, не видно. Ну, как впечатление? Довольно неплохо. Она не то, чтобы затирает полностью, их видно, но их видно намного меньше. И практически уже месяц, как мы инвестируем, да. Особо ничего не вылезло, краска не слезла. Рекомендовать будем? Да. Ссылки есть в описании. Вот это подложка. Интересно, а такие царапины затрет?